Дорогу молодым или с малых лет влезть во власть и нахапать побольше. Почему в львиной доле скандалов замешаны именно молодые политики и чиновники? Не хватает сдержанности или морали? И вообще политика она для молодежи? Это обсудим с нашими гостями в студии Владислав Гаджара, депутат Госсовета Республики Крым и Михаил Дегтемиров, не депутат Госсовета Республики Крым. Господа, вы ведь действительно представители одного поколения, практически одного возраста, да специализация одна, политология. Только один депутат, второй нет. Влад, вот социальный лифт, который вас подвез к депутатскому креслу, вы воспользовались им сами или кто-таки все-таки нажал на кнопочку правильного этажа? Саша, я думаю, что у Миши все впереди, если у него будет такое желание, сегодня действительно у молодых людей в политику вход открыт. Мой путь, конечно, складывался как раз-таки между одной реальностью и совершенно другой реальностью. Я какие-то первые шаги в общественной жизни Крыма делал еще, будучи студентом, еще когда Крым был в составе другого государства. Это вот я прям могу точно сказать, это 2011 год. Может быть, даже Миша помнит, мы там с ребятами, с политологами создали свою общественную организацию молодых политологов. То есть вы сами себя продвигали? Ну, я когда поступал на политологию, да, у меня было желание там связать свою жизнь с политической деятельностью. Я не понимал, как это получится, я не понимал, что из этого выйдет, да, но желание вот поступить на политологию. Я действительно был, я в девятом классе с этим определился. Когда я учился вот в третьем курсе, я понял, что просто знания, да, пары, лекции, какие-то даже практики, не совсем, наверное, то, что позволит мне политологам или политикам уже активным, молодым там сложиться. Поэтому я вот создал такую организацию. Потом у меня был опыт участия в молодежном правительстве Крыма. Затем я был активным участником движения Стоп Майдан. И когда уже, конечно, начали формироваться первые общественные политические институты Российской Федерации, российская действительность, меня там заметили, да, в период Стоп Майдана. И старшие коллеги пригласили попробовать себя в роли руководителя молодежного крыла партии «Единая Россия» в республике Крым «Молодая гвардия», которую я по сегодняшний день и возглавляю. Это высокий скачок сразу с места в карьер. Ну, в принципе, я, наверное, на тот момент в таком молодежном общественно-политическом поле был одним из активных ребят. На самом деле, я глубоко в этом убежден, что реалии тех времен относительно работы с молодежью, да, государства, и тех реалий, которые складываются у нас сегодня, они совершенно другие. Ну, как работа велась с молодежью в те годы, да, это в первую очередь грантовые институты, это грантовые структуры. И на самом деле в Крыму мы это сильно не чувствовали, но мы-то это увидели в ходе 13-14-х годов, да, то, что происходило на Майдане, то, что стало одной из главных движущих сил, разрушение, по сути, украинской государственности, той, которую мы помнили, как раз-таки была молодежь. И это... Ладно, очевидно, что вы времени даром не теряли. Михаил, ну а что с вами? Вы политолог, да, по образованию, насколько я знаю, работаете не по специальности. Вот что не сложилось или, по сути, места в этом лифте не хватило? Ну, я попытаюсь объяснить, вот сначала хочу согласиться с Ладом по поводу того, что, когда мы стали частью России, да, действительно у молодежи появилось намного большее условие для самореализации, это безусловно. То есть появилось очень много различного рода форумных компаний, куда можно поехать, себя проявить, там, получить материальную поддержку для осуществления своего проекта и так далее. Если говорить лично обо мне, то тут необходимо разделять приоритеты. Мы можем говорить о людях, которые занимаются политикой, ну, я имею в виду, там, чиновник, да, какой-то, депутат и так далее, либо человек, который пытается разобраться в тех политических процессах, в которых мы живем. И это немножко как бы разные, ну, разные направления. Это, допустим, я больше занимаюсь, стараюсь, по крайней мере, заниматься теоретической частью. Влад, да, он занимается практической частью. Но вы бы хотели сейчас вот сменить теорию на практику и иметь значок депутатский на груди? Ну, я вам так скажу. Когда ты становишься депутатом, ты уже заангажированный. И говорить о том, что ты являешься политологом, нет. Ты становишься депутатом. А политолог это уже просто как твоя, какой-то некий бэкграунд, который тебе позволяет более детально разбираться в некоторых политических моментах. В принципе, если говорить о том, что сейчас действительно среди молодежи стало модно думать о политике, стало модно даже рассуждать, не знаю, хорошо это или плохо, но, тем не менее, наряду с этим среди молодых политиков, молодых чиновников зачастую возникают какие-то скандальные ситуации. Да, вот яркий тому пример одной из последних, когда Свердловская чиновница, да, она сейчас срочно улетела на Сейшельские острова, ну, так вот сложилось. Она во время обсуждения финансирования молодежных проектов сказала о том, что, детям сказала, что государство вам ничего не должно и не просило родителей, в принципе, их рожать. Господа, вот вы согласны? Может, и не стоит рассчитывать в современных условиях, что государство нам что-то должно и должно там как-то помогать вплоть до окончания вуза? Саша, ну, конечно, когда я вот сам прочитал эти слова, изначально же не было оценки, да, происходящими. Изначально просто появилась новость, что руководитель департамента Свердловской области, напомните ее там фамилию. Департамент именно молодежи, кстати. Да, молодежи, ну, по сути, это министерство молодежи, у них просто в рамках правительства. Ольга Глацких. Ольга Глацких, да, Ольга Глацких заявила это, конечно, меня это ужаснуло, что молодая девушка, да, мы там ровесники, с ней она у меня чуть-чуть старше, она причем занимает, ну, очень важную роль, человек, который полностью в огромном субъекте нашей страны. Мы понимаем, что Свердловская область, там только Екатеринбург, это город-миллионник, это достаточно большой, важный субъект нашей страны. Позволяет такие вещи публично говорить. Да, другой вопрос, что потом она пыталась себя оправдать, что она не те смыслы придала. Да, мы понимаем, у нее нет, наверное, профильного образования, которое есть у нас с Мишей, да, политологии. Она пришла на эту работу из спорта, большого спорта, она олимпийская чемпионка. Я убежден, что то решение, которое было принято с самого начала, отстранить ее от должности, оно абсолютно правильное. Ну, потому что человек уже это сделал, да, это действительно ужаснуло всю страну, и тогда много дискуссий было по этому поводу. Все-таки, если мы посмотрим в корень того, что произошло, я думаю, что просто человек оказался не на своем месте, да. Если человек позволяет публично такие вещи говорить, я не знаю, там, критерии эффективности ее работы как руководителя департамента, какие у них там показатели, количественные, качественные и так далее. Но, с другой стороны, если вот так... Она публичный политик, в любом случае. Если так подходить к вопросу, наверное, у нас там каждый пятый депутат, если не чаще, где-то когда-то что-то сказал не то или оговорился, да, все мы люди, но тем не менее. Вот такой подход. Саша, я понимаю, что она же действительно могла это допустить случайно, да, но общество сегодня, это очень хороший показатель, насколько сегодня общество и градус вообще общественной активности, общественного контроля, он вырос, да. Когда-то, может быть, 10 лет назад, на это бы никто не обратил внимания, да. Таких действительно политиков было, ну, можно вспомнить 90-е годы, да, и российскую, украинскую, и любую постсоветскую действительность. Что мы там только не слышали, мы там с Мишей еще детьми были, но сегодня-то все равно смотришь кадры, да, позволяли себе все что угодно. Ну, и можно понять, там, портрет, да, среднестатистического депутата, там, начала нулевых или конца 90-х, да, мы понимаем, кто эти люди. Сегодня система политическая, она зреет в России, да, мы получили постсоветское наследие 90-х, да, лихих 90-х. Сегодня все-таки система выходит на совершенно другой уровень. И молодежное участие, вот я думаю, и Миша со мной согласится, и вы, и наши зрители, все равно очень важно. Молодежь должна входить в активную политику. Нужно растить смену, нужно учить ребят, конечно. Другой вопрос... Другой вопрос, Влад, нужно ли растить такую смену. Михаил, вот у меня вопрос уже к вам как к политологу, да, все-таки по специализации. Достаточно ли меры были предприняты, вот, исходя из такого поступка, ее просто отстранили от должности, ее не уволили, она не понесла никакой там административной ответственности, просто отстранили от должности. Ну, просто на самом деле не хочется внедряться в различного рода дебри, но я хочу сказать, что мы должны понимать, что мы живем в обществе капитализма, да, и как бы там ни было, как бы ни было прописано в Конституции, что Российская Федерация является социальным государством, тем не менее действуют законы капитализма, и по сути каждый сам за себя, да. То есть я ее не поддерживаю, я ее, как бы, не осуждаю, но тем не менее, вот я на своем опыте столкнулся с тем, что, к сожалению, вот если ты сам... Михаил, ну с таким подходом вы депутатом не станете. Я это понимаю, но, как бы, я... Время покажет на самом-то деле, не хочу ничего загадывать, меня пока все устраивает, в принципе, но тем не менее, к сожалению, вот приходится рассчитывать на самого себя, но тем не менее, тем не менее, я могу однозначно говорить, если мы сравним украинскую реальность и российскую, что все-таки ценность человека в России, она стала намного выше, чем ценность человека в Украине. Влад, вот прозвучали твои слова касательно того, что все-таки нужно открывать дорогу молодым в политику. Может быть, это действительно так, но вот насколько я знаком с биографией многих видных политиков и крымских, и российского уровня, и чиновников тоже. У многих из них в трудовой книжке первая запись там токарь, моторист, инженер, ну то есть вот такого плана. У тебя есть подобные записи? Ты же вот прям со студенческой скамьи, оп, и депутатская книжка. У меня нет записи в трудовой книжке депутат госсовета, у меня есть записи, что я работаю в университете штатно, да, в нашем федеральном, у меня там разные записи, там тоже у нас там структура менялась, они разные, но, кстати, работа тоже связана с молодежью на уровне федерального УЗа. У меня вот есть коллеги, да, молодые, там, у которых, наверное, запись первая в трудовой книжке, есть такие, я знаю такие примеры. Ну вот я к чему вел, к опыту, да, вот как молодые люди, мы говорим о том, что дорогу молодым, но ведь человек, прежде чем принимать решения, прежде чем представлять народ, вот представлять его интересы определенной социальной группы, условно, если в Советской Союзе как было, да, вот, допустим, доярки, да, вот выдвинули кандидата, пошла, и она понимает те сложности, с которыми сталкиваются ее коллеги, она отстаивает их интересы. А вот в этом случае, не имея опыта, как молодой человек может представлять интересы народа и уж тем более защищать их? Саш, отвечу. Я вот, знаешь, глубоко убежден, что молодой человек, вот, опытный, неопытный, юный, который там закончил недавний университет, не может работать на высокой должности в органах исполнительной власти. Он может очень быстро к этой должности прийти. У нас есть сейчас примеры губернаторов чуть больше 30 лет, там, Аль-Калининградская область, ряд других субъектов нашей страны, которые назначены сейчас до 40 лет губернаторами, то есть они отвечают за целый регион, за судьбы миллионов людей. Они созрели к этому. Действительно, молодежь сегодня другая, она очень быстро учится. Я уверен, вот, вы со мной согласитесь, что молодому человеку сегодня время строится по-другому. Если раньше для того, чтобы чему-то научиться нужно было год, пять лет, сегодня молодые люди могут это за месяц освоить. Но мы немножко другое поколение, есть такой момент, мы учимся быстрее. Я не сторонник того, чтобы молодых людей без опыта назначали на высокие должности в органы исполнительной власти. Мне бы самому предложили сейчас пойти поработать там кем-то. Ну вот, есть предложение, там оно открытое, вот, соглашаю. Я бы отказался от него, я не готов к этому, действительно нет опыта. Что касается органов представительной власти, все-таки, почему я сторонник того, чтобы молодежь была представлена? Сегодня в России, в Крыму, в любом регионе нужно говорить с молодежью на одном языке. Это тоже очень важно. Нужно понимать и слышать ее. Иногда даже разрыв в 10-15 лет уже создает определенную пропасть между поколениями. И когда есть молодые депутаты, я очень много общаюсь с ребятами молодыми, да, в университете, в каких-то форумах, площадках. Мы вот с ними говорим на «ты», мы говорим с ними на одном языке. Я не знаю, может быть, есть разные чиновники. Я знаю молодых чиновников, которые там одел костюм, одел галстук, вот так вот пришел там по имени-отчеству, там к нему обращайтесь и так далее. Он себя уже ставит над этой молодежью. Вот лично у меня, у моих ребят молодых, у нас много депутатов, да, вот местных советов наших городских, районных. Мы вот все одна команда, мы не делимся там, ты депутат, ты не депутат. Да мы все там члены той же молодой организации. Но тем не менее, вот существует возрастной ценз. Допустим, в нашей стране президентом не может стать человек младше 40 лет. Да, это правильно, конечно. В некоторых странах депутатский корпус, да, избирают, согласно какому-то возрастному цензу. Вот Михаил, в вашем понимании, на ваш взгляд, должен ли он быть? На самом деле, хочется сказать то, что возраст и опыт, ну, они не коллерируют, ну, то есть они не соответствуют друг другу. Бывает у человека, условно говоря, до 30 лет, да, но у него опыта намного больше, чем у того же депутата, который здесь стоит на данный момент в Госдуме, чем, ну, вот у него. Я просто хотел вот вернуться по поводу молодежи и представленности ее в исполнительных органах власти, законодательных и так далее. Смотрите, вы говорите об опыте. Ну, а вот у меня такой вопрос. В Госдуме, да, допустим, взять Единую Россию. Валуев, звезды. У них есть опыт работы с людьми, опыт политической деятельности и так далее. Ну, как бы, да, вот в этом весь вопрос. И тут еще вопрос приоритетов на самом-то деле. Когда мы говорим о том, чтобы молодежь занималась политикой... Ну, подождите, Михаил, вы сейчас говорите о том, что чиновник или политик – это вот специальность, да, вот взять там депутат. Это что, специальность? У нас есть факультеты, у нас нет? Нет, к сожалению, у нас таких факультетов нет. Это работа, это, прежде всего, работа. Политолог – это, скажем так, больше относится к научной деятельности, да, ну, я так считаю. И вот все-таки хотелось бы закончить мысль по поводу мотивации, да, заниматься политикой, я имею в виду в практическом поле, да. Вот у меня есть знакомые, которые работают в администрации города Симферополя, да. И, к сожалению, наш мир устроен так, что на самом-то деле социальный статус, возможно, у работника администрации будет намного выше, но, условно, берем какого-то кальянщика, да, несопоставимые социальные статусы и ответственность работы, да. Но зарплата у представителей сферы услуг будет намного выше, чем у представителей государственной службы. И вот, соответственно, вот это вот все, оно, возможно, как-то отталкивает людей, молодых людей, на заниматься политикой. Ну, а, возможно, наоборот, привлекает с точки зрения, да, все мы знаем о том, что существуют определенные коррупционные схемы, которые позволяют. Люди зачастую, да, там, идут на зарплату с окладом, условно, там, 10-15 тысяч, да, зная, что они заработают порядком больше, да. Там, где чиновники, а иногда и представители народа, да, слуги народа, они становятся своего рода посредниками в этих схемах. Тоже верно, согласен с вами. И, Влад, вот есть мнение, что в России нарастает тенденция, когда вот продвижение детей, родственников, высокопоставленных чиновников, политиков, которые уже имеют определенный вес, вот, формируется, по сути, новая каста управленцев, куда вот вход посторонним закрыт. Вы согласны с этим? Саша, ну, я не могу, наверное, не признать, что такого нет, да, но такое было всегда, такое, к сожалению, наверное, где-то зародилось там, даже не в Советском Союзе, не в имперской России, да, это, по сути, всегда любой родитель, если у него есть какие-то достижения, он будет пытаться там своего, как говорят, там, почему мой сын не может стать генералом, да, сын полковника стать генералом, что у генерала есть свой сын и так далее. К сожалению, такая тенденция, она была, есть и, наверное, где-то будет сохраняться. Но другой вопрос, что сегодня та концепция молодежной политики, которую предлагает президент Российской Федерации, его действия конкретные, которые воплощаются в жизнь, да, это назначение ребят, в том числе на органы исполнительной власти, которые прошли понятный кадровый путь. Вот можно взять молодых губернаторов, да, они прошли понятный кадровый путь от рядовых специалистов каких-то местных администраций, областных администраций до вот губернаторов, причем это ребята, которые иногда работали в регионе, уехали в разные там части большой, огромной страны, кто-то там работал в институте, полупреста и так далее, получили опыт необходимый для того, чтобы работать главой субъекта, и сегодня это воплощается в жизнь. Конечно, если мы говорим о каких-то таких, по-советски назовем его блат, да, оно никуда не девается, где-то оно имеет место быть, но вот опять-таки, возвращаясь к тому, как это было раньше, я в этом убежден на 100%, потому что понимаю реальность прошлого и реальность настоящего, да, она сегодня тоже несовершенна, эта действительность, но если раньше в тех действительностях, в которых находился Крым, в принципе, молодежь политику не допускали, это был действительно закрытый клуб, мы не будем называть те старые политические силы, которые мы помним, да, в украинский период нахождения Крыма, но он был закрытый абсолютно, то есть никто бы то, и я бы туда не попал, и Миша бы туда не попал. В России много институтов социальных, о которых мы уже говорили, эти социальные лифты не работают. Ты активный, ты проявляешь себя, да, ты можешь там, будешь наравне с чьим-то сыном, когда-то успешным управленцем, да, ты сделал себя сам, кого-то на это место помог продвинуться, там, его отец и так далее, это будет, это во всем мире, тогда возьмем американскую модель, у них он, то будешь старший президент США, то будешь младший президент США, потом, я думаю, что и внук Буша, и потом захочет стать... Думаю, таких примеров, да. Михаил, скажите, а вот вам за вашу практику когда-нибудь чей-то блат мешал себя реализовать? Ну, сказать, что прям мешал, не могу сказать. Ну, была некая заангажированность, просто я по своей сути на данный момент, да, в условиях российской реальности, в действительности, к сожалению, либо к счастью, не отношусь к никакой общественной организации, ни политической, ни молодежной и так далее. Ну, я считаю, что политолог, он прежде всего независимый, должен мыслить, стараться мыслить объективно, да. В этой связи, конечно, зачастую, если идут какие-то отборы на какие-то мероприятия и так далее, отдают предпочтение тем людям, той молодежи, да, которая занимается, скажем так, условно говоря, волонтерской деятельностью и так далее, да, видя в них некую перспективу, некий, видимо, опыт какой-то, который... Ну, это логично. Это логично, но я, опять-таки, я не могу сказать, что это есть хорошо, либо это действительно полезно, да. Ну, условно говоря, 27 лет ты не можешь волонтерить постоянно, да. Вот 2018 год, Россия, скажем так, на продаже энергоресурсов за последние 4 года бюджет пополнился, ну, вышел на рекорд. И у нас объявляют год волонтера. Но мне кажется, это как-то звучит немножко смешно, то есть бесплатная рабочая сила, она нужна всем. Но мне кажется, так приоритеты не должны расставляться, вот в этом смысле. Это моя мысль. И, ну, мне кажется, надо судить не только... То есть бесплатно работать вы не готовы? Это очевидно. Да. Ну, а зачем тогда я учился 5 лет, да, там, 5-7 лет и просто идти там, ну, волонтерить какую-то общественную организацию? Влад, вы как депутат получаете зарплату или на общественных началах? Нет, как депутат я не получаю зарплату, да, я работаю вот как бы уже почти 4, чуть более лет на общественных началах. Ну, действительно, я вот здесь с Мишей, я понимаю логику, но не соглашусь, да. Я вот много что делал в своей жизни на общественных началах. Не было там и общественной организации, которую я создавал. Понятно, ты это делаешь ради чего-то, да, где-то ради опыта, где-то ради того, чтобы показать себя. Это нормальный процесс. Но волонтерство, оно почему имеет такое сегодня массовое распространение у нас в России, в мире? Мы понимаем, что, к сожалению, сегодня вот как раз-таки этот капитализм, рыночная экономика, она где-то, вот даже западное общество сделает чересчур, вот каждый думает о себе. Нет никаких вот таких общих социальных интересов, которые даже есть у нас в России, и они связаны, в первую очередь, с нашим менталитетом, менталитетом русского мира, русского человека и всей вот нашей общности, которая там когда-то входила в состав Советского Союза, всех этих государственных народов. И здесь, Саш, я знаю, что хочу сказать, что волонтерство, оно что позволяет, даже студентам, в первую очередь. Это опыт, это очень интересный форум. Много же действительно, Миш, ты согласишься, что именно конкретных форумов ни я, ни он, ни ты не попадем. Туда приезжают ребята-волонтеры. Там действительно очень интересные программы для них. Пройдя школу волонтера, он не будет сужить с волонтером, понятно, он когда-то с этого уйдет. Но сегодня очень много категорий граждан, которым нужна волонтерская помощь. Мы же понимаем, что, в принципе, волонтеры не привлекаются для активных секторов экономики, как бесплатная рабочая сила. Это просто такой социальный институт воспитания, в первую очередь. Мы понимаем, что сегодня очень важно создавать именно воспитательные механизмы в системе образования и не только в ней. Ведь на самом деле, к чему, опять-таки, рыночная экономика привела? Что само образование начали называть образовательной услугой. То есть, вот, услуга, нет никакого института и инструмента воспитания. Поэтому я вот здесь считаю это очень важно. Инструменты есть. Михаил, а что не дает молодежи участвовать в политической, в том числе, социальной жизни страны, да и в других сферах тоже? Ну, мне кажется, в какой-то степени, возможно, недоверие к политике в целом в том, что оно может как-то помочь молодому человеку себя реализовать. К сожалению, мне кажется так. И поэтому люди, молодое поколение, оно ищет различные другие пути и становится политичным. Это мы можем проследить, в принципе. Если мы посмотрим на выборы, возьмем выборку, и как бы участие молодежи там, ну, по Москве оно там очень низкое. Мне кажется, ну, они не верят в политику. Ну, Москва это отдельная страна, да, как принято говорить. Поэтому, Влад, ну вот молодые люди зачастую без устоявшихся каких-то ценностей, без формировавшихся взглядов на жизнь, да, в полной мере, если они приходят, допустим, становятся депутатами, да, безусловно, на них влияют их руководители, их старшие товарищи, да, и бывает такое, что этот опыт весьма негативный. Вот вам приходилось сталкиваться с подобным? Вы попадали под влияние старших коллег? Ну, конечно, попадало. У меня сейчас есть там люди, которых я считаю где-то своими наставниками, да, которые мне помогали на вот пути формирования как молодого общественного деятеля, молодого политика. Я, конечно, слушаю их советы, мне это очень важно. Где-то это старшие коллеги, там, на 10 лет старше меня, да, вот коллеги по депутатскому корпусу, с которыми мы там познакомились в 2014 году. Вот откровенно, это влияние, оно всегда было позитивным или где-то вы чувствовали, что это не мое? Ну, я могу точно сказать за себя лично, что никогда там в какую-то коррупционную схему или куда-то в какое-то такое негативное направление наэрополитической действительности меня никто не пытался склонить. И это так, на самом деле. Потому что, конечно, примеров очень много у нас в Крыму, да, чиновников, которые себя дискредитировали за прошедшие 4 года. Их очень много, и мы знаем, сколько отставок произошло в крымском правительстве, да, мы знаем, сколько сегодня чиновников находится в местах лишения свободы. Но это их выбор, понимаете, вот правильно говорит всегда глава Крыма, председатель парламента относительно того, что, ну, у них же есть все для того, чтобы работать честно. В принципе, сегодня есть все в этой российской действительности, есть нормальные, достойные зарплаты. Но не хотят люди признавать новую реальность. Поэтому сегодня, если в Украине мы помним, что, ну, на самом деле, этот домоклов меч правосудия, в общем, было легко избежать. Ну, это на самом деле было так. То есть сегодня система сдержек и противовесов в плане силового фактора, она в России нарастает. Это нормально. Я с этим могу поспорить, потому что, напомню, господа, госпожа из Свердловской области, да, она все-таки уехала в Сейшелы, на Сейшелы. Саш, это опять-таки ее выбор, она же могла, опять-таки, достойно принять. Я тебе хочу сказать, что у большей части жителей нашей страны, в принципе, такого выбора нет. Ехать на Сейшелы или нет. Это другой вопрос, да. Михаил, если говорить, вот действительно, мы зачем платим налоги, да, для чего? Для того, чтобы содержать в том числе штат чиновников, штат избранников народа, которые, по сути, да, если мы говорим об оплачиваемом труде, которые, по сути, работают на народ. Но, по факту, это все перемешалось настолько, что теперь те, кто должны быть работодателями, да, стали своего рода угнетенными. Или наоборот. Эта схема работает также и в Крыму. Вы сталкивались с этим? Вот как политолог можете оценить эту ситуацию? Ну, на самом-то деле, вот какой-то прям частный пример я не могу привести. Ну, мы должны понимать, что Крым сравнительно недавно, да, стал частью Российской Федерации. В этой связи наши местные чиновники, да, у них не было опыта работы, скажем так, с теми нормативно-правовыми актами, которые у нас есть, с теми деньгами, которые сюда выделяются. И, как бы, у них, соответственно, возможно, произошел некий такой шок. Шок, и они увидели, что, о, это Россия, это, возможно, мы сможем здесь как-то обогатиться, обогатиться. Но, тем не менее, меня радует, что вот все-таки работают те структуры, да, которые все-таки пытаются как-то контролировать то, чтобы наши деньги, именно наши налоги, они все-таки пытались более-менее цельно правильно расходоваться. Ну, они должны не пытаться, а действительно их должны правильно расходовать. Про коррупцию, да, вот, у нас есть хороший пример экономического развития, да, Китайская Народная Республика, где ежегодно расстреливаются тысячи чиновников. Расстреливают тысячи, сотни, все равно воруют. Ну, все равно, они понимают, что, скорее всего, очень великий шанс, что ты не просто потеряешь все. Просто смириться с этим, Влад? Что делать? Расстреливать или смириться? Нет, я к чему говорю, что человеческий фактор все равно, вот я продолжаю Мишину тему, что абсолютно верно, как бы ни работала система правосудия, какое бы ни было наказание, к сожалению, люди идут на эти поступки. Ну, вот такой, наверное, менталитет человечества во всем мире, и мы здесь просто можем создавать вот эту систему сдержек и противовесов. Господа, ну, на этой, скорее, печальной, чем положительной ноте мы заканчиваем. Да, действительно, можно научить чиновника молчать или говорить красиво, но это не изменит его реального отношения к людям. И остается только надеяться, что это отношение будет уважителем. Господа, вам спасибо за беседу, зрителям за внимание. Увидимся на следующей неделе в прямом эфире программы «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим. Субтитры подогнал «Симон»